Девушки отдыхают 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 Будем играть уверенно. Да надо вначале идти от игры к игре. А в финале еще рано говорить, надо вначале отборочной сыграть. А у нас вот, к сожалению, из-за наших пограничников еще команда не доехала, поэтому только начнем через час играть. Еще ни одной игры не сыграли. А так, все замечательно. Спасибо большое организаторам. Замечательный турнир. Мы уже не первый раз сюда приезжаем. Все очень-очень классно. Те зрители, которые приходят на футбольные матчи, на чемпионаты, на кубки, и уже не вдомек, каково организовать такое мероприятие, когда приезжает около ста футболистов. Размещение, проезд, питание и, наконец, организация, расписание футбольных матчей. Это все требует больших, так скажем, человеческих усилий. Как тебе это удается? Ну, приходится заниматься организацией футбольных турниров для нашего города, чтобы наша команда могла играть и участвовать в них. Да, это тяжело. И организовать турнир, при том, что международный. В данном турнире две команды из Беларуси приехали, три с России, Сталина команда, и две местные команды участвуют. Но мы любим спорт, и приходится, так сказать, все это организовывать, чтобы местные ребята играли, чтобы болельщики могли посмотреть, ну, хороший футбол. Николай, какой средний возраст наших футболистов, футболистов клуба «Дзина»? Ну, ребята сейчас находятся в самом рассвете, то есть 24-26 лет, и самый возраст, примерно одного возраста они все, плюс-минус три года. Ну, в клубе «Дзина» не только взрослые, так скажем, футболисты, но и юные, даже девочки. Как успехи у девочек? Все хорошо, развиваемся, приходят новые девочки. Мы сейчас еще будем набирать группу с трех лет детей. То есть количество детей у нас увеличивается. Мы тренируемся 4-5 раз в неделю, поэтому к нам идут. Ну и какие планы на будущее? Участие команды в каких-то чемпионатах или там, я не знаю, в соревнованиях международного уровня? Ну, в плане в конце августа, 29-30 августа, планируется также турнир по мини-футболу. Потом в октябре участие в Нарве в мини-турниры. И потом уже стартует чемпионат Эстонии, в котором мы, напомню, заняли второе место. Вот, серебряные призеры. Все продолжается и летом начинается уже подготовка к следующему сезону. Стоп! Стоп! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА